В детско-юношеском центре «Лидер» прошел открытый турнир по боксу. Приглашенным гостем соревнований стал чемпион мира по этому виду спорта по версии WBA и IBF Денис Лебедев. О том, как прошло одно из самых долгожданных событий года, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Василий Тайбарей уже пять лет занимается боксом. Юноша не первый раз участвовал в соревнованиях, поэтому волнение перед боем ему уже знакомо. Это бокс. Здесь вообще непонятно, что может произойти. И надо настраиваться на победу и сделать все, что нужно. Василий настолько проникся этим видом спорта, что решил связать свою жизнь с боксом и в будущем стать тренером. Его идейный вдохновитель Анатолий Визерякин. Тренер выставил на бой две пары боксеров. Надежда во всех, как получится. Все зависит от их, как они настроятся, как будут стремиться, цели, свою задачу, как поставили. Если все поставили нормально, то должны выиграть. Ну, если что-то, какие-то ошибки, значит, доработаем. И опять готовиться. Это же спорт. Домашними соревнованиями Константинова-Учейского теперь уже не испугать. Юный боксер не так давно вернулся с ежегодного первенства Северо-Запада, где занял третье место. У меня есть немножко волнение. Ну так, чуть-чуть. Сам на себя верю вообще-то. Никита Серебряков пошел на секцию бокса, когда еще был в первом классе. Уже шесть лет спортсмен оттачивает свое мастерство. Перед боем юноша внимательно слушает наставления тренера. Никита признается, несмотря на опыт, перед каждым выходом на ринг охватывает волнение. Смешанное, потому что всегда перед боем не уверенно. Потому что соперник разный может попаться. И может не фортануть, может фортануть. Выиграешь, не выиграешь. Поддержка спортсмена перед боем – главная задача тренера. Анатолий Широкий знает, какие слова и указания подобрать каждому боксеру. Получается, будет шесть пар. Из них, так, десять моих. Десять моих ребят. Так получилось, что будут работать они друг с другом наступать. То есть, ну, просто показательные бои устроят. Они уже работали друг с другом? Ранее, да, работали. Ну, сейчас может все поменяться. Кто-то может поменяться. То есть, другой победит, может, например. Кто лучше готов. Открыть турнир по боксу пришли представители спорта. Главный судья соревнований, именитый боксер Денис Лебедев, выступил с напутственными словами в адрес участников. Я желаю участникам соревнований честных, красивых боев. Когда-то и я вот начинал в таком возрасте. Дорогие родители, верьте в своих детей. Отдавайте в спорт. Я хочу пожелать всем бойцам сегодня показать волю к победе, характер. Главное, выступить без травм. Сегодня мне сказали славу благодарности. Я хотел бы сказать славу благодарности Денису Александровичу, Сергею Сергеевичу. Огромное спасибо Юрию Васильевичу, всему аппарату, всем, кто помогает, потому что это труд большой команды. Ну а самое главное, я бы хотел поблагодарить команду Федерации бокса. Вы знаете, нас так вот немного народу, но все очень сильно болеют этим делом, делают это только на общественных началах. Мне очень приятно, что у людей горят глаза во благо развития нашей молодежи. На ринг вышли шесть пар. Первыми бились самые юные боксеры Егор Филиппов и Мирон Прокопьев. Спустя три раунда победу одержал боксер в синем углу ринга. В этом раунде победу одержал боксер в синем углу ринга. Следом шли ребята постарше. В равном бою победа присуждается боксеру в красном углу ринга Самеду Магеранову. В свою очередь единогласным решением судей следующую победу взял Константин Волучейский. Волучейский, Константин. На ринг вышли Никита Серебряков и Василий Волоско. За плечами первого 19 боев, 15 побед, второй разряд. У Василия 10 боев, 7 побед, также второй разряд. Спустя три раунда первое место у Никиты Серебрякова, боксер красного угла. В следующем бою победа была за Николаем Гусевым. Самый зрелищный бой прошел между Василием Тайбарей и Иваном Осиповым. После серии точных ударов к боксеру синего угла ринга на помощь приходит тренер. Тайбарей Василий, год рождения 2000. Защита и безошибочные удары приносят победу Ивану Осипову. В заключительном бою победу одержал Осипов Иван. Поздравить боксеров пришел глава региона Юрий Бездудный. Ребята тренируются, закаляются и, наверное, слова благодарности вам говорят и их родители, которые вы... Вы, ребят, по сути, готовите к большой взрослой жизни, закаляете. Ребят, спасибо вам большое. Бои были совершенно потрясающие, зрелищные. И я хочу сказать, тот, кто сегодня не пришел и не посмотрел эти бои, пусть они об этом сожалеют. А вас с наступающим праздником Великой Победы бейтесь, закаляйтесь. Вы настоящие бойцы. Молодцы. В завершении турнира Юрий Бездудный наградил победителей и участников. Открытый турнир по боксу посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие организовано Федерацией бокса Ненецкого округа. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.